В прямом эфире вечерний выпуск новостей в студии Виктория Зеленская. Здравствуйте. Спастись от холода любыми средствами. Вот так. Ну тоже страшно, опасно. Когда в дома жителей Восточно-Кругляковской вернется тепло и свет. Новая спортивная площадка в хуторе Доманка. Ремонт велошколы в Сибае и поликлинике в Отрадной. Какие еще вопросы рассмотрел губернатор региона на личном приеме граждан? Тридемия распространяется на Кубани. Как распознать симптомы заболевания и как уберечь себя от сразу трех видов инфекции? В социальные сети телерадиокомпании Краснодар обратились жители многоэтажек по улице Восточно-Кругляковская. При минусовых температурах в квартирах этих домов нет отопления. Электричество подается с перебоями. В чем проблема и как долго люди будут без тепла, выясняла Татьяна Леонова. Юлия Пушкарева проживает на первом этаже. Уже несколько дней в их квартире нет отопления. Батареи даже не теплые, холодные. У Юлии полуторагодовалый сын. И в такую погоду разница между улицей и квартирой незначительная. У нас дома на первом этаже 9 градусов тепла в квартире. Я с маленьким ребенком полтора года. Муж у меня на СВО находится. Соответственно, никуда бежать, никаких заявлений, возможностей нет. Кондиционер тоже в связи с погодными условиями дома не справляется. Управляющая компания ничего не знает. Ссылаются на теплосети. Те ссылаются на управляющую компанию. Вот не знаю, люди мерзнут. Спасаться от холода приходится всевозможными способами. Кто-то достает с антресоли теплые пледы и одеяло. А кто-то прибегает не к очень безопасным способам. Вот так. Ну тоже страшно, опасно. Ольга Саржанова забила тревогу еще 9 января. Женщина вернулась домой поздно вечером. Обогревателя у нее нет. Поэтому и согреваться пришлось электрической печкой. Вот только свет тоже работает с перебоями. Управляющая компания не объясняет нам. Соответственно, вынуждена обращаться в департамент. По жилищному хозяйству в администрацию звоним. В диспетчерские, во всякие аварийные звоним. Пытаемся выяснить и просим нам помочь. Возмущены сложившейся ситуации и соседи Ольги. Причем, по их словам, перебои с отоплением, горячей водой и светом в их районе происходят регулярно. А вот с чем это связано, ответа нет ни у кого. Звонили в УК. УК не в курсе ситуации. Абсолютно просто, что происходит. Управляющая компания у нас Репина. Они говорят, тепла нет. Как устранят поломку, авария где-то происходит. Как устранят, так сразу будет у вас тепло. Фактически это каждый год. Потому что я, допустим, проживаю с момента сдачи домов в эксплуатацию, с 2008 года. Если поначалу еще как-то, то последние лет 10 каждый год батареи либо недогрев, либо какие-то перебои со светом, вода, нет такого низкая, что она постоянно присутствует. Без индивидуального звонка в Репина вода у нас не появляется. Что свидетельствует о том, что у нас какие-то нарушения с насосным оборудованием. Может быть, в подъезде, может быть, в доме. Я не знаю. Но эта проблема не решается изо дня в день. Постоянное отключение горячей воды. То есть пришлось повесить бойлер, потому что дома маленький ребенок. Мы обратились в МЦУ Краснодара. Специалисты разъяснили нам, что в Котельной в Восточно-Кругляковском микрорайоне произошла поломка. Работы по ремонту продолжаются до сих пор. Для того, чтобы восстановить температурный режим, специалисты приняли решение установить насос и запустить еще один котел. В связи с работами, которые проводились ночью по переключению аварийного котла на резервы, произошло снижение температуры самого теплоносителя. Сейчас сетевая организация «Краснодар Теплосеть» проводит мероприятие по поднятию температуры теплоносителя и выхода на нормативные параметры. Как отмечают специалисты, к вечеру котел должен быть запущен. Это позволит вернуть тепло в дома горожан по улице Восточно-Кругляковская. Татьяна Леонова, Роман Недильский, телерадиокомпания «Краснодар». На Кубани начала распространяться 3D-мия. Одновременно бушуют ОРВИ, грипп и COVID-19. На новогодних каникулах в Краснодаре в скорую помощь обратились больше 10 тысяч человек. О том, можно ли заболеть сразу тремя видами инфекции и как распознать опасные симптомы в начале заболевания, узнала Анна Мальгина. Этот спокойный голос диспетчера в телефонной трубке воспринимают как лекарство. Еще одна бригада скорой помощи направилась к пациенту. Ежедневно в Краевую БСМП поступает больше трех тысяч таких звонков. И многим нужна неотложная помощь врача. Как понять, когда именно нужно вызывать специалиста? Когда человек принимает препарат, они ему не помогают. Раньше помогали, теперь не помогают. Нужно, понятно, что звонить. Когда это впервые очень острое состояние, когда человек теряет сознание. Тогда это уже, ну, он до поликлиники не может дойти. То есть это состояние, которое человек не сможет прийти в поликлинику, а ему нужна помощь именно сейчас. Сейчас сезон инфекционных заболеваний, говорят врачи. На холоде иммунитет ослабевает, и инфекции легче проникнуть в организм человека. Специалисты говорят, для этого времени года эпидемиологическая ситуация стабильная. Головная боль, температура, кашель – частые симптомы, с которыми встречаются медики. У вас просто острое респираторное заболевание. В день в приемное отделение приходит около сотни человек, и больше половины из них с симптомами инфекционных заболеваний. Врачи не переставали работать и на новогодних каникулах. В БСМП со всего города обратились больше 10 тысяч человек. Сейчас чаще всего обращаются с повышением температуры тела, с кашлем, с затрудненным дыханием, одышкой. В основном это все проявления острой респираторной инфекции. Но сейчас чаще всего подтверждается у нас вирус гриппа и ковид. Сейчас в России фиксируют новый штамм гриппа. H3N2 его также знают, как гонконгский. Он отличается быстротой распространения. Симптомы очень схожи с обычной простудой, вот только болезнь протекает тяжелее. На данный момент сообщается как минимум о шести регионах, куда мог проникнуть вирус. Инфекцию уже обнаружили в Орловской, Тюменской областях, в Преамурье, Забайкалье и Пермском крае. Врачи говорят, самый верный способ обезопасить себя – вакцинация. Ее необходимо было поставить в конце осени. Сейчас главное – соблюдать другие виды профилактики. Соблюдение здорового образа жизни, исключение алкоголя, табакокурения, правильное рациональное питание, исключение в рацион питания витаминов в достаточном количестве, антиоксидантов, которые будут поддерживать иммунную систему. Кроме того, медики рекомендуют не запускать болезнь, вовремя обращаться к врачам и, конечно, не заниматься самолечением. Анна Мальгина, Алексей Попов, телерадиокомпания, Краснодар. Идем далее. Новая спортивная площадка в хуторе Доманка. Капитальные ремонты, велошколы в Псебае и поликлинике в станице Отрадной. Эти и другие вопросы рассмотрел губернатор Венимин Кондратьев на личном приеме граждан по поручению президента страны. Так, жительница станицы Андреевской Калининского района попросила сделать парк и обустроить там общественную зону. В ходе разговора с жительницей глава региона решил, что помимо зеленой территории в Андреевской построят отдельную спортивную многофункциональную площадку и доведут до ума Дом культуры. У нас нет места отдыха в станице. У нас много молодежи, у нас много пенсионеров. Сам парк у нас как бы в принципе есть возле ДК, но он неблагоустроен. И вот мы просто просим помощи, чтобы его облагородить, чтобы сделать площадки, вот эти воркаут-площадки. Кругом делают и в Калининской сделали, а нам нет. Здесь вот находишься, Вячеслав Николаевич, то есть у нас, насколько есть возможность. Заявлен был этот парк на 2024 год. Его стоимость порядка 35 миллионов. Сейчас уже идет конкурс. До 1 февраля мы заключим контракт. Соответственно, на работу люди выйдут, ну максимум это март месяц. И до 1 декабря работы мы там завершим. Тогда, значит, смотрите, по парку. В этом году. В этом году у него начинают. Но это парк. Знаете, я за то, что в станице Дом культуры это жизнь. Для маленьких, для взрослых, для всех. И вот здесь я бы хотел, чтобы ДК мы хорошо с вами отремонтировали и точно не ограничились только на входной группе. Давайте, Виктор Владимирович, сделайте проект. Что там нужно? Нужно кресла поменять? Поменяем. Окна нужно поменять? Поменяем. Что там? Сцена должна быть современной. Аппаратура тоже должна там быть. Вот сделайте... А коллектив замечательный. С душой, тем более. Сделайте с душой вот то, что нужно сделать. А я вас поддержу. И мы сделаем так, чтобы ДК не только входной группой была красивой, но и по содержанию, как я уже сказал, заходишь и, знаете, и у них было желание там выступать. Многие жители, которые сегодня были на приеме, ушли с решениями нескольких вопросов. Так, помимо благоустройства прилегающей территории к школе в поселке Родники Белореченского района, губернатор поручил коллегам проработать вопрос по строительству там современной спортивной зоны. Перейдем к другим темам. Количество преступлений в 2023 году снизилось. Об этом рассказал начальник Краснодарского управления МВД Олег Казахов на расширенном совещании полиции. В нем также приняли участие заместитель начальника МВД России по краю Сергей Воложинов, глава города Евгений Наумов, заместитель председателя городдумы Евгений Лисицын, прокурор города Александр Лихонин. Какие вопросы обсуждали, расскажет Мария Гетманюк. В таком составе сотрудники полиции и представители власти собираются регулярно, подводят итоги проделанной работы и ставят задачи на предстоящий период. На протяжении всего прошлого года сотрудниками Краснодарского гарнизона проводилась регулярная работа по повышению уровня безопасности на улицах Кубанской столицы и поддержанию правопорядка в городе. Начальник Краснодарской полиции Олег Казахов отметил, благодаря слаженной эффективной деятельности удалось достичь хороших показателей и своевременно влиять на складывающуюся в городе оперативную обстановку. В целом существенно снижено количество зарегистрированных преступлений на территории города Краснодара. 19 168 минус 1810, в том числе тяжких и особо тяжких, 5 430 минус 6. Увеличим процент раскрываемости с 36,3% до 37,8%, то есть на 1,5%, в том числе и тяжких, особо тяжких составов. Увеличено количество выявленных фактов незаконного оборота оружия. Раскрыто 612 преступлений прошлых лет. Было разыскано 816 преступников, находящихся в розыске. Большая работа проделана в сфере противодействия незаконной миграции, повышения безопасности дорожного движения, борьбы с коррупцией, мобилизационной готовности, экономической безопасности, борьбы с наркопреступностью. Также благодаря комплексу «Безопасный город» в 2023 году удалось раскрыть 415 преступлений и выявить около 2,5 тысяч административных правонарушений. Совместно с администрацией Краснодара было дополнительно установлено 197 камер видеонаблюдения. В прошлом году в краевом центре открыли два участковых пункта полиции на улице имени адмирала Крузенштерна и в районе западного обхода. Работа в этом направлении будет продолжаться и дальше, отметил глава Краснодара Евгений Наумов. Город динамично развивается. Мы выходим в лидирующие позиции в стране по социально-экономическим показателям, по численности населения, по поведенных квадратных метров живых пощадей, социальных объектов, отделы полиции, пункты уполномоченных полиции. Это такая же жизненная необходимость, как и детские сады, школы, поликлиники. Это одна составляющая жизни города, большого столичного миллионного города. Только совместная работа приведёт к тому результату, который нам позволит так же стабильно, спокойно развиваться, существовать. Евгений Наумов поблагодарил начальника управления и весь Краснодарский гарнизон полиции за проделанную работу. В ходе совещания сотрудникам полиции вручили погоны с первыми специальными и очередными званиями, а также наградили благодарностью и почётными грамотами. В первую рабочую неделю стартовали приёмы граждан краснодарскими парламентариями. Горожане обращаются к своим депутатам с различными просьбами и предложениями. Так, в Комсомольском микрорайоне жители подняли вопрос нарушения правил парковки и передвижения по Симферопольскому бульвару. Тему продолжит Оксана Ехимович. Трудно себе представить, что любимое место отдыха жителей Комсомольского – Симферопольский бульвар несколько лет назад выглядел совсем иначе. Здесь стояли старые торговые павильоны, и вот за последние два года бульвар буквально построили с нуля. Крытые лавочки, урны, тротуар, оградительные столбики, детская игровая зона и, конечно же, озеленение. Жители совместно с депутатами Верой Галушко и Максимом Бурлачко на участке протяжённостью порядка 700 метров высадили саженцы ели, кленов и кусты можжевельника. Все работы были выполнены по программе наказов избирателей и средств городского бюджета. Однако за последнее время нерадивые водители умудряются заезжать на зелёные зоны, парковаться там и передвигаться в направлении рынка для выгрузки товара. «Начали заезжать транспортом большегрузным, продавили весь угол и, скорее всего, для того, чтобы в рынок завозить продукты, вещи. Для других целей туда проехать не нужно будет просто-напросто. Люди возмущены, я в том числе. До глубины души поражает, что люди так беспечно относятся к тому, что им делают благоустройство». От имени жителей комсомольского Елена Ширяева с этим вопросом обратилась к председателю гордумы Вере Галушко. Во время приёма граждан она попросила установить вдоль бульвара ограждение. «Правильное предложение – делать ограждение всё-таки небольшое, чтобы не заезжали на зелёную зону. Можно бесконечно засевать травой. Но пока мы не накажем этих людей, которые не понимают, что нельзя заезжать на зелёную зону, мы не добьёмся решения данной проблемы». Приём граждан руководителям городского парламента традиционно прошёл в присутствии представителей различных ведомств для того, чтобы оперативно решать вопросы, с которыми обратились жители Комсомольского. «Провели первый приём в новом 2024 году. Людей волнует и благоустройство территории Комсомольского микрорайона. В частности, они очень обеспокоены тем, что на зелёные зоны нерадивые водители заезжают и ставят машины. Приближается весна. Избиратели волнуют, в каком состоянии. Наши спортивные и детские игровые площадки. Не за горами летние каникулы. Поэтому обратились с просьбой. Где-то поставить новое детское оборудование, где-то подремонтировать спортивные и игровые площадки. Где-то привести в порядок внутридворовые территории. Посадить саженцы». В наступившем году у депутатов большие задачи. И достигнуть их решения обязательно получится благодаря главным помощникам, неравнодушным, активным жителям Комсомольского. Оксана Ехимович, Павел Сагайдак, Александр Сенников, телерадиокомпания «Краснодар». Доверенные лица Владимира Путина в Краснодарском крае получили удостоверение. Это шесть человек. Ректор КубГУ Михаил Остапов, народная артистка России Вероника Журавлёва-Пономаренко. Руководитель благотворительного фонда «Край добра». Яна Старожук, замгендиректора компании «Газпром Межрегион Газ Краснодар», Алексей Ермаков, председатель краевой организации «Героев» Виктор Маркелов и медиа-менеджер Александр Руденко. Предвыборная кампания для кандидата – это прежде всего общение с избирателями. Ну а так как наш кандидат – это действующий президент страны и времени у него для общения со всеми избирателями нашей необъятной Родины не так много, то вот наша миссия, как доверенных лиц – это выстраивание этих отношений непосредственно с жителями. Сбор подписей в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина продолжается. Напомню, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Минусовые температуры отступили, но ненадолго. Уже сегодня ночью дороги и тротуары снова покроются скользкой коркой. Гололёд прочно обосновался в кубанской столице. По прогнозам синоптиков, скользить жителям и гостям Краснодара придется как минимум до понедельника. Передвигаться при такой погоде опасно. Только за первые два дня в травмпункты обратились более 70 человек. Все подробности в сюжете моей коллеги. Упал очнулся гипсы. Это не только фраза из известного советского фильма, но и опасная реальность последних дней в Краснодаре. Минусовые температуры равно гололёд. Ощутил на себе все минусы зимних дней в прямом смысле слова Антон Сидоренко. Парень руководит курьерской службой в одной из сетей ресторанов города. Падать курьером приходится часто. Антон не исключение. Но серьёзных переломов не было. Предполагают, что произошла неприятность из-за сильной усталости. Потому что в дни непогоды работать было очень тяжело. Шёл просто после курьерского собрания. Как раз получилось так, что только что своим подчинённым сказал «Осторожно, не подскользнитесь». Подскользнулся около дальние три и упал. Травмировал уже травмированное колено. Спускался с тротуара и там была небольшая наледь. У меня подвернулась лодыжка на наледь и упал. А Ксения Михайлова только спешила на работу. Девушка живёт в музыкальном микрорайоне. Она шла на остановку, но до неё так и не добралась. Подскользнулась и падение оказалось очень неудачным. Врачи сказали Ксении, что у неё осколочный перелом руки. Приехала девушка в травмпункт с мамой Натальей. Шла, всё, поехала нога и всё моментально. Гололёд сплошной, просто сплошной гололёд. Она упала на руки. Ну неправильно, естественно. Человек не ожидает, как он будет падать. И таких случаев в травмпунктах города сейчас немало. Буквально за несколько дней непогоды в Краснодаре пострадали 75 человек. Все они с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших 20 детей. В Краснодаре работают три травмпункта. Если вы чувствуете боль, не стоит терпеть и ждать, пока она пройдёт. Нужно незамедлительно ехать к врачу. Не ждать, не наблюдать, не пытаться самостоятельно лечиться. То есть не терять время. Потому что иногда это очень-очень сильно влияет на дальнейший исход лечения. Где, например, в первые дни можно было сделать репозицию, то есть под местной анестезией, кости поставить руками и потом спокойно обойтись без операции, то в дальнейшем периоде это уже сделать нельзя. И приходится человеку полноценно идти на операцию. Чтобы таких ситуаций было меньше, в Краснодаре в круглосуточном режиме работают специалисты, которые чистят улицы от снега и посыпают специальной песко-соляной смесью тротуары. Всё делаем для города, чтобы было людям удобно, хорошо, безопасно. Начинаем посыпать песко-соляной смесью пешеходные переходы, логистические спуски, а потом уже тротуары. Чистим ещё подземные переходы, расчищаем. В первую очередь тоже их делаем. Посыпаем, чтобы люди не падали. Плитка там очень скользкая. Сейчас в Краснодаре практически чистые дороги и тротуары, гололёда нет. Снег практически растаял, днём была плюсовая температура, но уже ночью столбики термометра опустятся до минусовых отметок и снова будет скользко. Будьте внимательны при передвижении, ведь даже одно неловкое движение и случайное падение может привести к серьёзным травмам. Смотрите под ноги, а не в телефоны. Татьяна Леонова, Виталий Артемьев, телерадиокомпания «Краснодар». Врасплох погода застала и автомобилистов. 122 аварии произошло в Краевой столице за последние три дня. В трёх из них были пострадавшие. Всему виной летняя резина. Нерадивые водители не подготовили свой транспорт к наступившим холодам. Напомню, с 1 декабря все владельцы транспортных средств должны были сменить летнюю резину на зимнюю. Поэтому представители госавтоинспекции предупреждают. Во избежание трагедии важно соблюдать правила дорожного движения. В связи с улучшением погодных условий, госавтоинспекция по городу Краснодару призывает всех участников дорожного движения быть более бдительными. Водителям необходимо выбирать скорость движения в соответствии с конкретными погодными условиями, держать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких манёвров, которые могут привести к потере управления автомобилем. Внимательными стоит быть и пешеходам, ведь тормозной путь у автомобилей в зимний период становится длиннее, а значит, увезти машину в сторону водители не смогут. Поэтому инспекторы ГАИ рекомендуют при переходе дороги снять капюшон, убедиться в том, что сигнал светофора разрешает движение пешеходу, а все машины в это время стоят на месте. Сегодня Краснодарское региональное отделение «Единой России» и «Союз ветеранов СВО» подписали соглашение о сотрудничестве. Их совместная работа будет заключаться в помощи военнослужащим, их семьям, а также ветеранам боевых действий. С первых дней начала специальной военной операции партия оказала помощь почти на 350 миллионов рублей. Краснодарским региональным отделением передано 82 тысячи тонн гуманитарной помощи в новые регионы из-за ленточку. Сегодня такой лозунг очень правильный, и мы его придерживаемся, этого лозунга. А сильная Россия, она должна быть единой Россией. Поэтому, как вот именно с вами не подписать этот договор, каждый наш гражданин должен быть сейчас думать о том, что мы должны объединиться, стоять друг с другом рядом и идти к победе, к одной общей победе. Как отметили на встрече, главным направлением в работе станет профориентация военнослужащих после демобилизации, помощь в поиске работы и трудоустройстве. Совместными усилиями вопросы будут решаться быстрее. У них должна быть и общественная поддержка. Мы их должны в общественной работе, в прямом смысле говорю, задействовать так, чтобы они могли говорить о том, о чем они думают сейчас уже, после демобилизации, говорить тем, которые еще туда только пойдут. То есть, это работа с молодыми ребятами. Данное соглашение поможет удвоить силы, направленные на помощь военнослужащим, вернувшимся из зоны боевых действий. А Екатеринодарская епархия проведет в Краснодаре молодежный рождественский бал. Его организатором выступил храм свидетеля Спиридона. В программе танцевальные номера, которые исполняют детские и взрослые пары. Все танцоры занимаются хореографией, изучая бальные танцы. Номера готовит профессиональный хореограф. Помимо этого, на балу предусмотрена концертно-развлекательная и военно-патриотическая программы. Приведут благотворительную акцию в поддержку бойцов, которые участвуют в специальной военной операции. Действительно очень важное и интересное событие, на которое собирается множество молодежи, людей, которые не только сами впервые в жизни, может быть, начали, захотели научиться танцевать. Но при этом они еще и люди, которые зрители, музыканты на этом мероприятии присутствуют. Каждому из них хочется совместить и порадоваться празднику Рождества Христова вместе. Рождественский бал для православной молодежи продолжает традицию балов высокой культуры. Она началась в 2018 году. Тогда в Краснодаре состоялся первый в Южном федеральном округе Сретенский бал. В 2020 году мероприятие посетили 400 человек. Бал в этом году пройдет 12 января по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия. Перейдем к спорту. Настоящий праздник ждет всех поклонников баскетбола. Уже в эту субботу в баскетхолле наш «Локомотив Кубань» примет лидера чемпионата Единой лиги ВТБ – московский ЦСКА. О подготовке команды, об ожиданиях игроков от встречи с самой титулованной командой российского баскетбола – наш сюжет. Локомотив Кубань ЦСКА безоговорочно матч-тура Единой лиги ВТБ. И не только потому, что встречаются лидеры чемпионата. Наша команда написала такую историю противостояния с армейским клубом, что в год своего столетия соперники об этом стараются как можно быстрее забыть. Сначала в прошлом сезоне, в полуфинале, краснодарцы выбили из розыгрыша чемпионата самую титулованную команду страны. Следом, на старте этого сезона в Суперкубке не пустили их в финал. Ну и вишенка на торте – это то, как краснодарцы в великолепном матче, в великолепном стиле в Москве перед болельщиками ЦСКА прервали их девятиматчевую победную серию. Думаю, что настраиваются серьезно, готовятся. Действительно, в последнее время не получается у них победить, но каждый матч у нас проходит в концовке. И поэтому удача просто оказывается на нашей стороне. Эту удачу нужно заслужить, но уверен, что наши болельщики помогут нам победить. Игра против армейцев по сути ничем не отличается от любого другого матча чемпионата. Ну, так пытаются, по крайней мере, и говорить игроки-тренеры. Такая же классическая подготовка в тренажерном зале, на игровой площадке, видеоразбор, видеоанализ соперника. И все же мысль о том, что настрой на этого соперника будет особенной, в разговорах все-таки проскальзывает. Ну, атмосфера – это вообще просто как отдельный вид искусства. Здесь очень много людей приходит. Я представляю, что будет твориться на матче с ЦСКА. Это все-таки, ну, болельщики реально помогают. Атмосфера на матче очень крутая. Игра «Локомотива Кубань» против ЦСКА состоится 13 января в субботу. И ажиотаж она вызывает немалой среди болельщиков. Знаю, по собственному опыту вопрос лишнего билетика возникает постоянно. Но, даже если попасть в сам баскет-холл на этот матч не получится, подарок на Старый Новый год делает всем поклонникам баскетбола телеканал «Краснодар». Эту игру можно будет посмотреть в прямом эфире. Начало в 14.30. Роман Запородский, Алексей Шабан. Специально для телеканала «Краснодар». А на этом пока все. Следите за новостями в наших социальных сетях. И до встречи в эфире.